Начинаем наш вебинар. Сегодня мы посвящаем продукции компании Питмир и мы будем говорить о гигиене в первую очередь. Хотя разделить вот эти два понятия гигиена, чистота, защита, здоровье достаточно сложно, потому что все продукты, которые есть в ассортименте компании Питмир, это продукты, которые способствуют и гигиене, и чистоте, и защите. Неважно, применяем ли мы это именно в гигиенических целях для того, чтобы помыться, к примеру, или вымыть руки, или мы пользуемся этим продуктом, другими его наименованием, для того, чтобы наш дом был тоже в порядке. Моем пол, посуду и так далее. Вот все вместе взаимосвязано. Какой это продукт? Его очень трудно отделить одно от другого. И по большому счету, для того, чтобы жить в чистоте и защищать свое здоровье, нужно как можно больше ассортиментно. Перечнем продукции пользоваться и для уборки дома, и для стирки белья, и для умывания, буквально для всего. Чем больше у нас будет позиций в доме, тем большую защиту мы сможем действительно с вами обеспечить. Потому что часто очень задают вопросы разного порядка. Вообще, для чего это пить? Почему это пить? Почему бы сейчас эта тема возникла? Пытаются, например, не лечить этим продуктом. Но мы занимаемся с вами одним единственным делом. Мы создаем для жизни человека правильные экологические условия существования. И эти условия способствуют здоровью и защите. Поэтому чем больше этих средств будет, тем лучше. Но сегодня все-таки мы условно разбили на гигиену. То есть это все то, что относится непосредственно к кем-то в первую очередь. Ну вот на слайде вы видите всю картинку. Собственно, здесь весь перечень нашего продукта. Этих продуктов не так много. Почему? Сразу с этого начнем. Дело в том, что наш продукт не делится по маркетинговым таким вот составляющим, допустим, на продукт для детей, для взрослых, для мужчин, для женщин. Сухой волос, жирный волос и так далее. Почему? Потому что это другой продукт. Он в своем ингредиентном составе содержит лишь те компоненты, которые действительно очищают. И не важно, какой у вас волос, да, и какая у вас кожа. Как таковых запахов не имеет. Если они есть, то они очень нейтральные. Поэтому отделить строго, допустим, деление на мужчин и женщин нет смысла. Потому что очистка кожи, она одинаковая, например, у каждого человека. Этот продукт безопасен. И поэтому не важно, кому мы его адресуем. Взрослому человеку или ребенку, или пожилому человеку, с которым тоже не так просто работать. И поэтому вот линейка продукта, в принципе, не так уж велика. Но сейчас мы будем об этом говорить подробно. Вот все, что нужно для гигиены человека, здесь есть. Нет лишнего. Нет определенных маркетинговых ходов, которые можно было бы здесь разлютить в прайс-лист, как говорится, в три раза. Что, кстати, очень часто и делают компании-производители. Но мы пошли другим путем, достаточно честным. И если у нас есть продукция, вот с которой мы сейчас начнем, одного и того же направления, но не одна позиция, то это обусловлено. И будем говорить, конечно же, в первую очередь о базовых средствах гигиены и защиты. Это средства для душа, это средства для волос. Несмотря на то, что два таких вот названия для волос и для душа, каждая из этих средств предназначена для того, чтобы полностью помыться. Начиная вот с того, что мы помыли голову и заканчивая, что называется, колечками пальцев на ногах. Вот все буквально здесь и интимная гигиена, и мытье тела, и голова, и прочее. Почему? Тем не менее, две позиции существуют. Вот для душа это то средство, которое, ну, я бы так сказала, для всех, да? Для всех, кто не может сказать, что ой-ой-ой, у меня очень чувствительная кожа, ой-ой-ой, у меня очень там испорченные химические заветки волосы или краски и так далее, да? То есть, если нет проблем. Вообще, когда мы начинали работать на рынке нашей компании уже третий год, и когда мы начинали работать, у нас было только средство для душа. И, в общем-то, им обходились все замечательно, это средство нравилось, пользовались и так далее. Но бельгийцы, наши производители, они на месте не стоят, у них все время что-то развивается, и среди огромного количества довольных пользователей все-таки были те, у которых особая кожа и особые волосы. Да, то есть, это проблемное, вот что-то какая-то проблемное. Почему я все время говорю волосы и кожи? Как правило, у кого проблемный волос, у кого будет и проблемная кожа. Эти вещи взаимосвязаны, потому что волосы это тоже, по сути, это один и тот же материал структурный, да? Это тоже сродни нашей кожи. И проблемы одни и те же существуют. Поэтому где-то год назад на рынок вышло это средство. Назвали его средство для волос, просто в противовес тому, что есть для душа. Тем более, те люди, которые впервые сталкиваются с нашим продуктом, традиционно некоторым достаточно сложно поменять вот этот стереотип, мы ведь приучены производителями средств бытовой химии, потому что у нас есть отдельное какое-то средство для мытья волос, для мытья тела и так далее. Да, там интимная гигиена, как правило, это как минимум три банки. Плюс, что там будет деление на мужчин и женщин, детей и так далее. И у вас в ванной комнате будет стоять 5-6 позиций, будет какой-нибудь бальзам еще для волос и так далее, и так далее. Потому что надо смягчить, надо что-то еще сделать, надо придать элтестатические свойства и так далее. Вот в ПИП-продукции этого деления нет. Есть вот единственное деление, и то оно появилось не так давно, это два средства. Одно из них, как мы говорим, для обычного человека, а второе средство, которое мы называем для волос, оно для тех людей, у которых проблемы, на их взгляд, ну и не только на их взгляд, а объективно. Либо это что-то с волосом, либо это с кожей, либо это и то, и другое. Но и одним, и другим средством можно мыться полно. При желании можно, конечно, для волос помыть отдельно волос, а для душа все остальное. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Но мыться можно полно. И почему? Потому что принцип действия этих средств, он иной. Он работает на основе грязеотделения, то есть с вашей кожи, с ваших волос. Грязеотделительная основа отделяет, прерывает связь между грязью, которая грязью, жирами, которые у нас существуют на теле, частичками отмершей кожи, там много, ничего, есть что отделить. Вот эту грязь средство отделяет, мало того, вычищает из пор. И вы потом посредством воды просто смываете все. Вот так работает наше сердце. Поэтому еще не важно, в каком месте вы моете. Такой, я бы сказала, меняем парадигму своего мышления, да, в мытье, вообще в гигиене. Эти средства все-таки по составу отличаются друг от друга. И те люди, которые пользовались и одним, и вторым, наверное, обратили внимание, что средство для душа, оно на началке, на губке, или просто в руках, оно очень хорошо пенится, да. А средство для волос, оно пенится плохо. Но если вы будете объективны и не будете идти на поводу своих вот стереотипов мышления, то вы, в принципе, наверное, согласитесь со мной, что средство для волос, несмотря на то, что оно мало пенится, оно очень хорошо моет. Очень хорошо. И вот даже из моего личного опыта, когда я первый раз с этим средством пришла к своему мастеру, которого стригусь, и она мне помыла средством для волос, для нее было тоже удивление, что оно почти не мылится. Она говорит, что пены нет? Я говорю, мой, Лариса, мой, не надо мне пены. И вот когда она вымыла волос, она говорит, слушай, просто скрипит, вот под руками скрипит от чистоты, такое ощущение, что вымылось, и все, что есть внутри в этих волосах. Ну, как бы вот состояние чистоты. И я доверяю ее профессиональным рукам. Она, это не человек парикмахера, она каждый день этим занимается, она каждый день моет волосы, и у нее ощущений много. Вот она у меня тоже одна из, знаете, поставленных клиентов, который для себя лично берет это средство. Именно потому, что она, как профессионал, использовала его на моих волосах и увидела разницу между тем, чем она моет обычно, ну, что у них там в салоне есть, и теми средствами, которые мы представили на рынке под линейкой ПИП. Почему там так плохо мылится? Почему пены мало? Потому что средствами для волос к минимуму сведены все те вещества, которые способствуют образованию пены. А это как раз те вещества, которые, ну, не так полезны для человека. Если их в малом количестве, они вот позволяют не навредить, что называется. А если их много, а вот средств от этого химика, как правило, их много, то там они, ну, оказывают не очень хорошее влияние на нашу кожу, на наше здоровье, в конце концов, на здоровье наших волос. Вот. Поэтому вот средства для волос, это как раз для тех, у кого чувствительность повышена. Поэтому там вообще практически, кроме пробиотиков и самой основы, фактически больше ничего нет. Поэтому еще раз повторяю, не удивляйтесь, эти клиенты ваши могут в первый момент говорить, ой, что-то не то, не пенится. Если им нужна пена, посоветуйте им использовать пенообразователь. Вот в этом случае пип для волос пенится, и они получат, в общем-то, тот эффект, к которому они привыкли. Но пенообразователь – это устройство, которое позволяет запенить средства, не потому, что туда добавлены какие-то пенящие компоненты, а просто потому, что это устройство, ну, это механизм такой, да, воздухом нагоняет эту пену. Ну, кстати, вот здесь у меня на слайде тоже есть пенообразователь. Рядом стоит, как видите, средство для рук. И это средство мы очень и очень активно используем. Почему? Ну, во-первых, уменьшается расход средств, обратите внимание, в 4-5 раз, потому что мы добавляем где-то не более 20% моющего средства в обычную теплую воду. Все очень просто. Откручивается крышечка, наливается определенное количество теплой воды, и туда 4-5 часть средства для того, чтобы была пенка. И вот эту головку опускаешь рукой, выходит пенка. Очень нежная, очень мягкая. И вот в том случае, если вы создали пенку такой вот с малым процентным содержанием моющего средства, то она очень хорошо подходит для мытья рук, для того, чтобы смыть декоративную косметику, умыться, при попадании в глаза вы не будете ощущать, что у вас там щипит что-то. То есть очень-очень щадящая, нежная пенка. Если вы будете через пенообразователь пускать средства для волос, о которых я говорила, вот туда добавьте немножко больше средств для волос, для того, чтобы пена была гуще. Ну, мы же исходим из того, что люди привыкли, что что-то пенится, да, поэтому, чтобы у них ощущения были традиционные. Хотя, еще раз повторяю, мыть будет и так, все великолепно. Ну, и, как вы видите, средство ПИП для рук, оно потому так и называется, что предназначено для гигиены рук в первую очередь, хотя средство универсальное, ну, в идеале им, в общем-то, и можно вымыть точно так же волосы и кожу, как и средством для душа, средством, которое называется ПИП для волос, но, условно, мы вот, все-таки, тут составы немножечко разные и ПИП для рук я бы советовала использовать естественно для мытья рук и для умывания лица. Но в обязательном порядке для лица через пенообразователь, тогда у вас кожа вообще любая, какая бы ни была, чувствительная, нежная, воспаленная или какая, она в благодарность вот эту пенку примет и не будет никаких проблем на коже. очень, кстати, очищает хорошо, чисто вот, даже нанесенная декоративная косметика вот в виде крем-пудры, вот такие вот, ну, достаточно тяжелые для кожи косметика, она очень тщательно и хорошо смывается. Мы больше говорим о объявлении рук, конечно, нельзя обойти и наше средство, которое называется ГЕЛЬ ПИП для рук. Это средство, которое применяется тогда, когда вам надо руки очистить, а воды нет, да, то есть это, по сути, такое походное, дорожное средство, это небольшой, небольшая упаковочка, которую очень удобно хранить в сумке, поэтому просто совет, без этого средства не ходить никуда, потому что мы не знаем, где нас застанет и что нас застанет в транспорте, кто там с нами рядом будет находиться, да просто то, что мы трогаем, вот эти поручни, все ручки, то есть мы идем в какое-то учреждение, нажимаем кнопки звонка, лифта и так далее, вот отовсюду мы цепляем, и поэтому, если мы вдруг решили покушать, или просто мы понимаем, что мы чуть давно уже ходим по всяким местам таким, которые не способствуют оздоровлению, выдавили капельку, растерли между ладошками, ну так вот, делали такое движение, как обычно делают, когда моют руки, и все, это средство интересное по составу своему, оно на спирту, это спирт, в котором помещены застанет в застанет в пробиотике, вообще, мы уже привыкли к нему, а вообще-то оно уникальное, потому что бактерии в спирту не живут, да, но весь фокус в том, что они вот именно в скором состоянии, и поэтому по принципу действия работают следующим образом, при нанесении спирт спаряется и через несколько секунд пробиотки, выходят из скорого состояния, тогда, когда спирт там в руках удастся, и заселяют наши руки, заселяют кожу. Ну, кстати, сказать можно, если вы находитесь в каком-то таком месте, где ну, понимаете, что там или кто-то чихает, или какие-то, ну, боитесь, что можете заразиться, да, от кого-то, в транспорте часто это бывает, вы можете на пальчик вот так же точно выдавить и намазать, ну, где-то вот над верхней губой, под носом, такой вот тоже создать, если у вас нет, не о чем больше защититься, нет ни спрея в руках, ничего, то есть вот этот пип для, гель для рук, он как скоропомощное, я бы сказала, средство. Кстати сказать, он, ну, конечно, в назначении таких вещей не пишет, применение, но из опыта тех людей, которые его применяют, а это средство у нас с самого первого дня, когда на губе герпес такое вот зудение начинается, вы чувствуете, да, вот так, что приближается такое состояние, тоже можно помазать очень хорошо и бывает дальше, дальше этого никуда и не дойдет, да, какие-то ранки, вот все это можно смазывать, потому что спирт обеззараживает и пробежки быстро заселяет и не дает потом возможности туда заселиться всему, что могло бы попасть и спровоцировать воспаление. Еще раз повторяю, в каждой сумке, в каждом портфеле это средство должно быть обязательно. Ну, без гигиены зубных счетов, конечно, не будет рассказа полноценного о гигиене человека вообще, потому что, во-первых, 75% патогенной флоры, вредных бактерий, которые населяют тело человека, находятся в носоглотке, а остальные 25% в разных других местах, во всяких падинах, пупочной ямки и прочее, да, вот представьте, огромный организм и маленькая носоглотка, вот 75-25%, именно поэтому так много заболеваний, которые передаются в воздушно-хапельном бутюре, да, потому что вот тут вот у нас просто плодисть, место рыхлое, влажное, теплое, открытое, ведь мы же и дышим, и рот раскрываем при разговорах постоянно, да, то есть тут место просто благоприятное для того, чтобы там заселились бактерии, и очень важно, какие они будут, да, если они будут вредные, то мы, в общем-то, можем спровоцировать заболевания и заболеть, выпасть на неделю, то и большее жизни, там, находиться в тяжелом состоянии, быть с температурой и прочее. А если мы поспособствуем тому, чтобы здесь у нас была пробиотическая защита, то мы избежим очень-очень многих неприятностей. И вот средство, которое называется ПИП для зубных щеток, это как раз по этой части. Ну, почему для зубных щеток? Во-первых, носоглотка, рот, это все ухо-горло-нос, да, дальше, если шагаем, это все единая система. И наш рот это источник не очень хороших бактерий. Много процессов у нас здесь идет, связанные с гниением. Неприятные, конечно, вещи буду говорить, но тем не менее, мы же все взрослые, и гниение пищи, остатков, да, мы кушаем там все, что угодно, и попадает туда, и у нас там между зубами и пространство. То есть место, где есть возможность затеряться вредным, полно. И, кстати, об игно-четках говорится и по фону-велка, почему периодически, надо периодически в игно-четке менять, да, но, безусловно, это делать, наверное, нужно, потому что, ну, верхние еще и стираются, так там можно переключить, так как положено хорошо, но, самое главное не в том, что периодически, там, два, три месяца их надо менять, а в том, что их надо очищать на микробиологическом уровне ежедневно, мало того, даже не ежедневно, а просто в течение всего дня от одной чистки до другой чистки зубная щетка не должна щетинками вверх из стаканчика торчать, потому что за вот эти 12 часов от утра до вечера, когда вы перед сном будете чистить зубы, на этой зубной щетке будет столько всего вредно, что, ну, или менять ее надо каждый день, вот два раза в день зубную щетку надо выбрасывать и ставить стаканчик на воду, но это разорительно на одних зубных щетках, гораздо дешевле купить средство, которое называется пипли зубных щеток, взять половину стаканчика теплой воды, капнуть туда буквально 2-3 капельки из вот этой вот бутылочки и в течение недели ваши зубные щетки, причем можно ставить всей семье в один стаканчик, потому что на микробиологическом уровне эти зубные щетки будут идеально чистыми, они будут покрыты пробиотическими бактериями, которые не дадут возможности патогенной флоре заселить щетинки зубной щетки, и поэтому каждый раз вытаскиваете зубную пасту нанести, вы можете сверху зубную пасту еще пенку нашу для очистки рук из пенообразователя кстати сказать у нас очень много детям пользуются, хотя повторяю это из практических таких применений и почистить зубу, сполоснуть и опять ее поставить и там всегда будет чисто и у вас во рту будет чисто, потому что вы занесли пробиотики и в рот тоже и соответственно это профилактика воспаления десен, профилактика образования кариеса и перехода кариеса от одного зуба к другому это защита вообще-то профилактика от заболеваний которые передаются воздушно-капельным путем в первую очередь ОРВИ всевозможные да, потому что мы создаем когда мы создаем пробиотическую такую вот оболочку у себя на слизистой носоводке то мы препятствуем вообще проникновению микробов и вирусы себя неуютно чувствуют на таком пробиотическом покрывале то есть вселиться болезни негде будет вот это самое главное это средство безусловно гигиены но я бы даже сказала больше защиты потому что да ну и кстати сказать если заполевает до горла чувствуете вот по носоводке вот это тяжелое напряженное состояние которое бывает если мы что-то там прихватили то не тяните долго стаканчик с теплой водой капнули ну здесь можно немножко побольше 2-3-4 капельки постояло минут 15-20 и прополоскали так как получат обыкновенно вот 2-3 раза такое полоскание бывает болезнен пируется и больше уже вы не чувствуете себя плохо на состоянии к температуре не подошли и так далее вот что такое пип для зубных щеток вот как важно когда ваши зубные щетки не просто меняются 2-3 раза в год допустим а ежедневно действительно пробиотически очищаются и пробиотически защищают вас еще об одном средстве конечно невозможно не сказать потому что гигиена ног одно из самых сложных и проблемных да мест слово не подберу ноги это ну из-за того что обуты в обувь из-за того что там чулки носки какие-то вот создаются наличие вот ожирал их наших следов или там остатков да где-то вспотела где-то какая-то грязь попала вот это все очень способствует питательная среда для вредных бактерий и для грибка в том числе грибковые заболевания кожи стопы ногтей это проблема очень серьезная стоит только посмотреть наши центральные каналы и дня не проходят чтобы мы не видели рекламу вот этих противогрибковых препаратов в аптеке кстати они очень очень недешево стоят это первый минус но самый большой минус в том что вот эти противогрибковые препараты которые обычные они конечно сильно действующие безусловно но они обладают целым перечнем очень серьезных противопобочных эффектов и поэтому как правило с таким средством еще говорят пропейте печеночную какую-то формулу для поддержки организма и так далее и так далее это очень-то не очень радует потому что грибок конечно лечить надо но попутно еще и отравлять весь свой организм не хочется вот средство для ног которое у нас в нашей линейке появилось не так давно оно вообще не имеет никаких побочных эффектов почему ну потому что там нет вообще ничего что могло бы быть отнесено к химическим средствам которые борются с грибком а именно вот эти химические средства они и обладают побочными эффектами в этом средстве есть очень серьезный набор пробиотических бактерий очень сильная концентрация высокая концентрация противогрибковых противогрибковой активностью эти пробиотики надо сказать отдать должное что пробиотики вообще обладают такой актив они работают против грибка почему потому что они воспринимают грибковые споры как грязь а соответственно как свою еду и они их съедают вот как работает этот препарат то есть ничего в нашем организме не будет затронуто кроме грибка вот это радует потому что можно пользоваться этой имбокер бесконечно долго только сколько вам нравится использование очень ну такое ненавязчивое если конечно у вас там уже серьезные проблемы то вначале может быть стоит делать эти ванночки о которых мы всегда говорим теплая вода небольшое количество какого-то моющего средства с пробиотиком и вот такую ванночку просто подержать ноги чтобы они распарились а потом берем средства для ног и вы видите здесь спреевая распылительная головка ноги обрабатываете прям на сырые теплые распаренные мокрые ноги ничего не вытирают пробрызгиваете потом можно завернуть в полиэтилен потом в носок и дать какое-то время пробиотикам поработать зачем мы это делаем зачем полиэтилен зачем теплые носки чем-то укрыть нам надо создать для наших пробиотиков тоже хорошую среду вот если мы ноги распарили они у нас теплые они у нас влажные потом мы нанесли спреем средства для ног пробиотики вышли из скорого состояния и они будут максимально работать в какой обстановке тогда когда будет тепло и тогда когда будет влага вот поэтому мы заворачиваем полиэтилен чтобы вода не испарялась и ноги какое-то время не высыхали и закрываем в теплое чтобы температура сохранилась температура тела которая для нас это наша для пробиотиков это тоже самая лучшая среда 37-40 градусов вот в этом промежуточке они себя очень хорошо чувствуют и в этот момент они как раз с грибком и борются подержали так 20-30 минут сидя у телевизора в выходной день сняли потом все эти носки полиэтилен и прочее далее ногам просто высохнуть нужно еще немножко побрызгать все зависит от того от степени как говорится запущенности проблемы если это профилактически делаете это ну вот когда вы делаете себе педитет вот профилактически можете воздействовать на ноги вот таким путем с этим средством для ног кстати сказать можно очень хорошо пробиотический педикюр сделать потому что вот то что я вам рассказывала сделать ванночку завернуть побрызгать потом пипом для ног потом завернуть полиэтилен потом носочки теплые в принципе это вот работа на профилактику грибка на лечение грибка и на хороший пробиотический педикюр просто когда вы вот это все сняли с себя у вас ноги распарены вы увидите что у вас везде где кожа на топтыши всевозможные на пятках какие-то наростки в зависимости от того как вы ходите сколько вам лет чем старше чем больше таких проблем то вы увидите что они очень мягкие отстают вот этот момент возьмите пену возьмите какой-то ну вот чем вы там пользуетесь для того чтобы снять и почистите даже ногтем обычно все это можно поддеть и снять с себя потом просто нахухо вытерли и еще можно один раз и у вас будет очень хорошая нежная кожа будет профилактика грибка если этот грибок уже есть и проделочки будут с ним бороться и все это обойдется без всяких побочных инфектов и без сопутствующего приема препаратов сопутствующих оздоровлению печени и так далее и так далее и так далее великолепный препарат два слова только хочу сказать что он к нам пришел мы ни от кого это никогда не скрываем из сельскохозяйственной линейки и там он был предназначен и он остался это средство только в других расположках естественно он там борется с очень серьезными проблемами копытных животных ну мы с вами из животного мира все наши ногти наши кости все это очень похоже и по составу и по всему и вот в животной линейке это средство борется с такими серьезнейшими проблемами как некробактериоз и копытная дни можете себе представить да какие серьезные проблемы решает этот препарат поэтому для человека конечно же он очень и очень эффективен уход за собой естественно не может обойтись без того чтобы не желали устранить запах но я хочу сказать что одно то что мы моемся средством для продвижения мы уже в большой степени решаем эту проблему но если недостаточно просто помыться надо конечно же пользоваться типом для ее свежести типом для его свежести это два идентичных средства для женщин чуть-чуть разные составы потому что фотоотделение у нас в большой степени завязано на гормональных проблем или развития наших гормональных и вот с возрастом когда наступает женщина фотоотделение особенно это выходит на первый план потому что фотоотделение очень часто только от этих гормональных дел и зависит и фотоотделение как правило бывает очень и очень повышенное поэтому относитесь к этому серьезно отнеситесь к этому как к средству которое поможет вам решить проблему неприятного запаха без нарушения физиологии человека вот в этом месте я поставила десяток восклицательных знаний потому что это самое главное преимущество наших средств не нарушая физиологию человека многие из вас знают я думаю даже все знают что фотоотделение это физиологический процесс его нельзя нарушать и те антиперспиранты которые продаются в школах наших обычных магазинов на которых стоит не будет фотоотлечения 24 часов в 7 дней подряд то есть вообще это вообще конечно одно из таких рекламных преступлений на мой взгляд потому что призывать к человеку чтобы он пользовался средством которое не даст образоваться фото вообще другое дело что они лукавят такого не бывает так уж совсем но тем не менее большую часть дня мы должны быть ну совершенно спокойно у нас пот должен выделяться это убережет человека особенно женщин от многих и многих проблем потому что если у нас пот не выделяется токсины не выходят значит они остаются внутри организма и они могут перейти в различные опухолевые процессы и не всегда доброкачественного порядка поэтому пот должен быть другое дело что пик для свежести он как раз борется с той бактерией которая вызывает запах пот все на бактериальном уровне и поэтому если эта бактерия устраняется то пот есть запаха нет мы в общем-то когда и не ощущаем такого потливости определенной потому что когда нет запах то на это просто не обращаешь внимания все все чисто все хорошо ну и надо сказать что у этих средств очень-очень мелкодисперсное распыление тоже очень важный такой элемент потому что чем тоньше распыление тем эффективнее средство с пробиотиками поскольку площадь соприкосновения с воздухом максимальная да у тонкой струи и бактерии очень быстро выходит из скорого состояния начинают работать поэтому когда вы пользуетесь обратите внимание что струйка тонкая и такое ощущение что сверху ну она как бы сразу в кожу впитывается и подмышкой остается практически сухо хотя вы брызнули туда средства это как раз очень хорошо потому что на глубине кожи там идет работа и устраняется действительно сам запах не маркируется каким-то там порядком ароматом а устраняется на самом деле ну уход и гигиена вы либо наверное рассказ не помню если бы мы не коснулись пробиотической косметики потому что косметика у нас необычная она у нас природоподобная хотя это можно слово можно отнести вообще ко всем нашим средствам природоподобные гигиенические средства но косметика это особая такая категория потому что это и гигиена это и уход это и защита нашей кожи от чего защита в том числе и от старения потому что наша косметика она живая в составе косметических средств находится вот если мы возьмем крема ну на вот этом слайде вы видите что я отнесла к косметическим средствам кроме кремов для лица и для тела мы видим немножко конечно маловато фотографии но я думаю что вы знаете наши продукции есть тоник для лица вот он и сюда же мы относим новое новинку наше средство которое называется для увлажнителей и вот в таком мини приборе который у нас совсем недавно появился на наших полках подача на лицо подача средства для увлажнителя через вот этот приборчик делает этот пип для увлажнителей гигиеническим средством и средством ухода да почему потому что через приборчик он подается и очень глубоко увлажняет нашу кожу увлажнение вы знаете это вообще профилактика старения но профилактика старения кожи не только в увлажнителях а и в том что содержится в кремах а в кремах она содержится в пробиотике и пребиотике то есть ну мы уже с вами изучали еще раз повторим как работает любое наше пробиотическое средство происходит очистка то есть удаление грязи с поверхности да и затем заселение пробиотиками и пробиотики начинают дальше подчищать уже на микроуровне эту грязь и вот таким образом работает любое наше средство а в косметике оно немножечко другого свойства потому что у нас такого наличия грязи в коже нет вы понимаете да вот а питаться бактерия может только тогда развиваться тогда только размножаться работать противовоспалительно там выделять какие-то активные вещества которые очень хорошо влияют на кожу только тогда когда она здорово питается весела бодра и так далее да вот для того чтобы она была в таком состоянии вводятся компоненты которые называются пребывки которые являются по сути питанием для нашей бактерии то есть работает пробиотическая бактерия а все остальное это запутствующие вещи которые помогают бактериям это делать более эффективно вот эта легкая текстура крема базового основы она очень очень нежная и очень хорошо впитывается легкая моментально практически впитывается и глубоко и бактерии начинают выходить из порового состояния уже в глубине кожи и так как там находятся в креме еще и пребиотики они начинают питаться активно и вести всю свою оздоровительную работу вот на глубинных слоях кожи вот так работает наша косметика там ничего нет ни витаминов никаких тактинных веществ они все вырабатываются в процессе жизнедеятельности бактерий почему мы говорим что наш крем живой он работает внутри кожи в тот момент когда мы ее нанесли поэтому не надо никаких консервантов которые там стабилизируют и так далее и так далее вещества которые внесены ингредиентный состав все происходит что называется вот с листа да как училка музыки знает что такое играть с листа вот наша бактерия она играет с листа причем коль так то наш крем очень индивидуален поскольку у каждого человека все равно где-то нюансы своих проблем существуют и бактерии реагируют на то что нужно сделать если там явно идет обезвоживание значит будут компоненты какие-то увлажняющие вырабатываться если воспаление а кстати по оценке многих косметологов основным одним из основных одной из основных причин старения кожи является внутреннее воспаление пробиотик работает против воспалительного мы с вами это знаем да мы это видим даже на поверхности на многих наших средствах поэтому устраняются реальные проблемы которые наш кожа делается и так еще раз повторю что мы относим к пробиотической косметике ну здесь конечно надо было бы еще поставить пенообразователь с пенкой да но мы об этом говорили выше а вообще наш полный уход на сегодняшний день состоит из следующих вещей очистка при помощи пенообразователя в который введен введено любое наше средство советуем пип для рук по нашей практической оценке лучше всего подходит для кожи лица но в принципе можно и для душа и для волос туда добавить главное чтобы это было моющее средство пип для лица это тоник его можно вот тоже практика нашей работы привела к тому к тому что последние распасовки пипа для лица сделаны с распылителем потому что на вот эту кожу которую вы вымерли пенкой не вытирайте полотенцем прямо на мокрую кожу распылили пип для лица и далее высох идеальный уход вот летом не темно длинный цвета лета наступит когда очень жарко можно даже крем больше не наносить умылись пипом для лица преснулись термальной водой все впиталось пробиотики работать начали потому что здесь они тоже в составе находятся они стабилизируют микрофлор они также работают против воспалительных и если вы чувствуете что очень жарко все потеет и так далее вы можете вот на этой гигиене и уходе и остановиться а пип допустим для лица нанести уже только на ночь ну в обычной жизни мы конечно после тоника наносим крем крем для лица есть крем для рук и в процессе дня вы можете еще пользоваться особенно если чувствуете что у вас кожа тухая если вы уже ну девушка такая пожившая определенный уже возраст да когда у нас наступает обезвоживание кожи используйте несколько раз в день приборчик который внесен пип для увлажнителей просто вот вокруг лица провели можно там по массажным линиям делать вид но это все честно говоря ерунда потому что тот туман который вырабатывает вот этот наш нано распылитель он настолько тонкий он настолько нежный что там не надо никаких потому что почему я это говорю кто приобрел прибор вы доставали наверное книжечку прилагающуюся инструкцию к этому прибору и там вот картинка на которой как-то прям нарисован по массажным линиям все это ведется можно конечно вот вводить около лица по этим массажным линиям но по большому счету просто вокруг просто дать возможности этому облачку осесть на вашей коже вы получите и уход в виде увлажнения и защиту в виде создания пробиотической пленки которая не даст на вашей коже осесть патогенной флоре и иммунитет вашей кожи еще многократно усилится вот так работает наша пробиотическая косметика ну желаю чистоты красоты и здоровья с нашим продуктом который предназначен для гигиены но в большой степени и для защиты и наверное еще об одной теме на одну тему я сегодня подниму сейчас найду слайд мне хотелось кроме того что рассказать вам о технических средствах еще дать информацию о пользовании о том как эффективно пользоваться нашим продуктом вернее как им пользоваться правильно чтобы была максимальная эффективность в общем-то это не такой большой перечень правил которые можно выполнять можно не выполнять но если вы хотите чтобы от продукта получить максимальный результат все равно можно эти правила знать вот если вы не будете их выполнять это не значит что продукт работать не будет но он будет работать не так и причем некоторые вещи объяснены а некоторые мы объяснить даже не можем но нам производители сказали что надо делать так что так эффективно и мы им верим во первых как хранить как использовать не хранить около батареи около каких-то обогревательных приборов под прямыми солнечными лучами средство не будет работать почему это все объяснено пробиотики живые существа они любят чтобы было сыро чтобы было тепло но ультрафиолетовые лучи прямые да и для них действуют губительные это кстати вообще ко всем бактериям относится потому что наши пробиотики это тоже бактерии просто они полезны но воздействия всегда одинаковые почему солнечные лучи ультрафиолет полезен для человека в известных конечно дозах при правильном использовании и так далее как раз потому что когда солнышко бактерии кварцуют помещения вы знаете в поликлиниках в детских садах когда бывают всевозможные эпидемии проквартовка что это такое это вот облучение такими лучами которые убивают бактерии они убивают и полезных и вредных это другой вопрос но это иногда нужно сделать поэтому если мы соотнесем это к нашему продукту если вы используете пробиотическую уборку делаете или там какие-то манипуляции определенные то естественно вам не нужно это делать под прямыми солнечными лучами даже советуют вот если это лето зимой конечно нет таких приусолнечных лучей но вот если летом бывает в окно солнце прям заглядывает южная сторона и вы решили помыть полы задерните шторы просто жизнеспособность пробиотиков будет гораздо дольше вот причина по которой не нужен солнечный свет а то что нельзя около батареи тоже хранить именно пользоваться таможен ради бога но хранить нельзя по той причине что бактерии которые находятся в средствах наших ну в самой банке они там в заспоренном состоянии и тепло излишнее их может спровоцировать они будут в заспоренном состоянии оживут а работать им негде грязи нет есть нечего и собственно говоря банка пропадет поэтому причины я почему объясняю если вы запомните мое объяснение это что вы запомните что это делать можно и нельзя следующее правило не используйте наше средство именно в рабочем растворе при температуре ниже 5 градусов потому что бактерии неактивны в наших холодильниках температура 4 градуса и ниже тепла 4 градуса тепла это самая большая температура почему продукты там меньше пропадают потому что бактерии замирают в этот момент они перестают работать и полезные и вредные если мы будем заниматься уборкой при температуре ниже 5 градусов то грязеотделение будет происходить то есть грязь уберется все будет замечательно все будет чисто но бактерии заселятся но вряд ли там уж очень они будут активны поэтому если температура вот уже такая то бесполезно используют вы можете тогда что-то подешевле взять какую-то среду взять и мыть себе полы к примеру прекрасно грязи отделяют все будет чисто но бактерии там нет поэтому то и дешевле вопрос сразу возникает а как же замораживание да это возникает вопрос особенно у тех кто земной получает продукцию на склады и приходит она замороженная библина так вот совершенно авторитетно заявляет нам наш производитель завод кризал который находится в Бельгии замораживать эти продукты нужно потому что они полностью сохраняют свои свойства почему потому что находящиеся там бактерии относятся к классу так называемых почвен и водных из природной среды в обычной природной среде зимой все замороженная мы все оставили бактерии опять и желают и начинают замечательно работать в согревшемся водоеме в согревшемся кучу поэтому если у вас произошло так что продукт заморозился не пузайтесь просто поставьте в комнате не у батареи просто в обычной комнате и дождитесь когда оно естественным порядком разметнется все будет в том же самом отличном состоянии вот три пункта на открытых солнечных лучах нельзя при температуре плюс 5 бесполезно использовать потому что бактерии будут не активны и не бойтесь замораживания ничего с вашим продуктом не случится единственный продукт который не любит замораживание это для блеска там продается как вот требования вернее не требования а правила которые нам сказали бельгийцы объяснить мы это не можем но на самом деле это требование вот почему-то работает когда мы готовим раствор то всегда пип добавляется в воду то есть сначала наливается вода допустим решили помыть пол наливаем воду в ведро температура воды 30-40 градусов это если будет холоднее тоже ничего страшного просто у вас пробиотики дольше будут активизировать ничего страшного не произойдет если у вас температура забыли налили 20 градусов просто пробиотики немножко медленнее будут работать потому что для их жизнедельности самая лучшая температура это 30-40 градусов приблизительно тело человек но сначала налили воду а потом уже добавили средства вот это правило оно мы его не понимаем вернее не то что не понимаем мы его объяснить не будем но производитель нам сказал это гораздо эффективнее чем наоборот это связано со стабилизацией бактерий единственное что они нам сказали что это связано со стабилизацией бактерий поэтому просто поверьте примите и действуйте так скажу вам больше вот буквально сегодня у нас был разговор на тему стирки. Производитель советует средство для стирки наливать в барабан. Положили белье, когда стирка машинная. Положили белье, в барабан налили колпачок, сколько вам нужно средства, закрыли крышку и запустили машину. Вот если, казалось бы, какая разница, налейте обычным путем, как порошок, куда засыпать. И некоторые, кстати, так делают. Вот кто так делает, у тех стирает хуже. Ну, вот необъяснимая вещь, но тем не менее. Всегда пользуйтесь вот этим правилом. Стирку сразу в барабан. Любое средство. Сначала налили воду, потом добавили средства. Всегда будет лучше работать. Ну, требование. Вот следующее. Очень важно его помнить. Не переливать в другую тару. Иногда слышим такое. Ой, а вдруг вот перелили и ничего вроде как не произошло. Ну, скажу вам честно, бактерии, они не в таком уж пограничном состоянии, что буквально от любого щелчка они могут выйти из спорового состояния. Но, тем не менее, когда мы переливаем другую тару, мы все-таки не знаем, что там у нас, да? Ну, вдруг повезло, она у нас оказалась чистая, ничто там не спровоцировало, не было влаги и так далее, и так далее. И все замечательно. Но гарантировать, что перелив другую тару, вы не получите распоренный продукт, то есть, что он выйдет из состояния споры и начнет активно работать. Мы не можем. Вот поэтому есть правило не переливать другую тару. Вот если у вас не такое, не существует перелива, то компания гарантирует, что ваш продукт будет стоять не только весь в срок годности, ничего с ним не произойдет, но и, как говорится, гораздо больше будет работать с этим замечательно. Если вдруг получилось, что была необходимость что-то перелить, то надо использовать в течение ну, сентября, 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 сентября. Почему? Потому что нет гарантий, что споры не выдадут, бактерии не выдадут спору. Хотя может все и нормально состояться. Но тем не менее правило будет существовать. Поэтому ну, если раньше еще было чем-то это обусловлено, говорили, вот мы возьмем большую банку, разделим на троих и будем, каждый из нас будет мыть свои полы и радоваться жизни. То сейчас у нас, вы знаете, существуют маленькие, упаковочки, если кому-то много покупать большую, берите маленькую, пользуйтесь, это тоже не разовые упаковки, это упаковки на несколько месяцев, которые хватает, поэтому вы сможете ощутить прелесть этого продукта, вы возьмете все большие банки, которые будут пользоваться в любом случае. А переливать все-таки не нужно. Правило, которое вы видите просто одним, одно существует на целом слайде. я хочу, чтобы вы очень и очень серьезно обратились именно вот к этому правилу. Всегда энергично и долго встряхивать пип перед тем, как он употребляется. Особенно это относится к тем пипам, которые базируются на воде. Пип для полости рта, пип для воды, все спреи, все без исключения. пип для человека, пип для увлажнителей, пип для дома, наши средства для освежения, для свежести, аналоги дезодорантов, в обязательном порядке энергично и долго встряхивать. Вы на этикетке можете увидеть такую надпись коротко встряхнуть. Я вам объясню, почему на этикетке вот так написано, а здесь мы так на это обращаем внимание. Дело в том, что когда мы этот продукт получили, у нас все языкетки шли переводными, понимаете, мы переводили на русский язык. И вот тот человек, который нам переводил, в иностранных языках существует, вы знаете, можно перевести не совсем правильно. Вот коротко, наверное, надо было переводить энергично. Вот. А потом от практики. пользования этого продукта пришло понимание, почему это нужно делать, и почему энергично и долго. Дело в том, что бактерии пробиотические, они живут колоннами и не одиночными бактериями, и они очень тяжелые становятся, они становятся тяжелее воздуха, тяжелее воды и оседают на дно. Если вы не встряхнули, так вот чуть-чуть встряхнули только и все, да, ну, несколько раз, я не говорю, что нам получится трясти эту банку, но вот то, что касается баллонов, можно просто сверх ногами перевести и потрясти. Так, раз, два, три, встряхнул, этого достаточно. Почему это делается? Концентрация пробиотиков должна равномерно стать, и тогда, когда вы выбрызгиваете или вливаете, то у вас на выходе продукта, есть не только вода, но и сами пробиотики. если мы вообще не встряхнули, но нас стояло, осело, мы забыли встряхнуть, подмышками побрызгались, чем мы побрызгались? Базовым веком, а пробиотики остались внизу, и потом говорят, что-то как-то с котом плохо борется, да, и там что-то, что-то не так происходит. Вот, очень часто это как раз происходит, потому что мы не сделали равномерной концентрацию бактерий в волоне или в средстве, которое на воде. Еще раз повторяю, это для воды, для полостирта, в первую очередь, и для ног относятся тоже к этим средствам. Не встряхивать можно только то, что в виде геля для мытья посуды, для душа, для волос. Это можно не встряхивать. Но когда вы привыкнете встряхивать, вы ее эти средства будете пустить. Ничего плохого там нет, но то, что на воде, энергично и долго. Да, встряхнули, потом налили, поставили, дальше все стоит нормально. Это правило всем, всем, всем говорите обязательно своим клиентам, когда вас спрашивают, говорят, что-то там мне как-то не так помогает. Первое нужно спросить, покажите, причем не спрашивайте даже, потому что человек иногда говорит, да, я и долго, и энергично. Ставьте в руку, скажите, покажите, как ты пользуешься. И вы тут же увидите, что встряхивается буквально чуть-чуть. если вы приготовили раствор, да, то основной наш продукт гарантированно, повторяю, гарантированно годом, тригодом, да, то есть активные бактерии, сохраняйте 72 часа, это гарантированно. Вообще по факту гораздо дольше. Ну, все, что я читаю, это вот на эти тройки, да, в принципе, пять, семь, вообще до двух недель. Но 72 часа это гарантированно, гарантированно производительность. Вот к этим средствам уже почти ко всем этот подход, да, что рабочее условно пригоден для использования с метров числа. Исключение составляет средство, которое у нас называется для интерьера. Вот это новая формула, которая наверное более полтора как она у нас еще в руках оказалась, и она пригодна для использования уже в разведенном подходе шесть месяцев. Я не оговорилась, шесть месяцев. Это новая формула, которую передвиги сделали, они нас периодически удивляют с такими интересными вещами, но для интерьера полгода, ну, иногда мы будем использовать, но чаще это вот в больших объемах используется, и мы очень очень делаем. В чем прелесть допустим такого долгосрочного использования? Ну, к примеру, вы могли развести раствор, попользоваться им, что-то помыть, и у вас осталось, да? Значит, вы можете закрыть, просто перелить в какую-то емкость, которую можно закрыть, чтобы просто не испарялась вода, да? Потому что вода испарится, и считайте, что ваше светло испарилось. И по мере необходимости вы можете его использовать. Мало того, любой из этих средств можно использовать многократно. То есть вы попользовались, грязь осела, слили, грязь вылили, а вот этот чистый раствор, он практически не не ухудшает своих мощностей. Вот еще в чем пролиция. Да? Поэтому можете при необходимости пользоваться водой. Следующее правило, которое тоже надо постараться непренадрегать. Избегать попадания в емкость концентратов воды и любых посторонних предметов. Вот это правило надо стараться выполнять очень жестко. Потому что если у вас емкость с концентратом, то есть имеется ввиду неразведенный продукт, который у нас в банке находится, если туда попадет вода или какой-то посторонний предмет или какое-то вещество, там может оказаться наличие микро даже грязи, скорее всего там будет, это спровоцирует выход бактерий из скорого состоит. То есть продукт оживет. Как только он оживет, дальше все, у вас есть 3-5 дней, чтобы это средство использовать. Вот представьте, вы купили новую банку, 500 мл средство для пола, да, что-то там не так сделали, открыли, решили, что надо крышечку помыть после того, как вы переливали, и в емкость попала вода. Бактерии ожили. Все, значит бежать по соседям, мыть, что называется, все полы в вашем доме, чтобы просто не пропало ваше средство. Конечно, это неэффективно использование, да, зря потрачены деньги, так далее. Поэтому это правило тоже старайтесь, чтобы люди о нем всегда знали. Если вы открутили крышечку, использовали крышку как мерный, мерную емкость, чтобы там на ведро, там, колпачок, потому что спрашивают, да, сколько надо, пол колпачка или колпачок, или три колпачка куда-то. Вот ни в коем случае этот колпачок ничем не вытирать, ничем не мыть, просто вот потрясли, чтобы там остатки скапали и закрываете. Ну и потечет там по стеночке немножечко ничего там страшного нет, когда закроете, потом вытрите. Но если вы помыли крышку и капля воды, две капли только попало в банку, то нет гарантии, что ваше средство не оживет. Вот такой живой продукт, с ним надо быть аккуратным. Не используйте тип средства совместно с антисептиками, дезинфикатантами, любыми другими химическими веществами. Вся химия, которая существует, она погубит в стабиотике. Кстати, обратите внимание, про биотики, для жизни. Вот все, что для жизни антисептики, дезинфикатанты и химикаты губят. Нас тоже губят. Мы просто более живучие, бактерии оказываемся по отношению к химическим веществам. Но при этом воздействует на нас точно так же губительно. Поэтому имейте это в виду. Поэтому когда, допустим, человек стирает белье, то вот в эту машинку не добавляйте ничего сопутствующего, ни каких-то там уменьшителей, антинакипинов и всего такого прочего. Кроме средства для стирки ничего там быть не должно. Ну, и все остальное, все остальные средства точно так же. Ну, еще одно правило, которое, в общем-то, не обязательно выполнять так уж тщательно, но если вы хотите, чтобы при какой-то уборке получить максимальное воздействие, то готовьте растворы заранее. Когда это надо? Допустим, когда вы решили справиться с грибком. ванной комнате, туалетной или там неважно где, в каком месте, на стене, на полу, на потолке, в том случае, если нужно вот такое массированное воздействие, сделайте раствор 40, 60, можно больше, можно 2 часа, так же. Для чего это делать? Когда вы теплую воду налили средства для антиммера, предварительно встряхну хорошенько банку, бактерии выходят из скорого состояния, начинают активно жить, размножаться, и к тому времени, как прошло этот час, вот в этом бедре стало гораздо более, чем было до того, как вы начали сглорить. И вы получили более концентрированные по-техническому смысле сделать. Это, конечно, делать не обязательно всегда, но, повторяю, тогда мы хотим добиться очень серьезной работы. А в обычной жизни совсем этого делать не обязательно. Хотя, если мы пользуемся моющим средством через пенообразователь, то у нас там невольно заранее мы готовим 2-3-4 дня пользуемся этой пенцией. Вот у нас там максимальная концентрация бактерий. Поэтому таким раствором руки очень очень хорошо. Потому что вы добиваетесь повышенных результатов. Так, ну, собственно говоря, туда скачила. Собственно говоря, вот эти основные правила, которые нужно выполнять, они у нас находятся на сайте, поэтому при желании их можно всегда показать тем людям, которые собираются пользоваться нашим продуктом, можно распечатать и обязательно знать самим самое главное. Вот из всех этих правил я бы выделила основные какие? То, что надо средство стряхивать, то, что надо обязательно в теплую воду и сначала воду потом пить. Вот это самое главное. Ну и не ставить около батареи. Остальные по мере использования найдете, как использовать. доходы! До новых ! до новых